Впервые за 15 лет детский карнавал прошел в онлайн формате. В оффлайне оставили лишь часть мероприятий, например, танцевальные челленджи или запуск мыльных пузырей. Подробности того, как в Красноярске прошел День защиты детей, расскажет Виктор Бородин. Уже вот, вот, вот! О-ху-ху-ху! Ну, здравствуйте! Шляпу! Шляпу горошек! Так на проспекте мира стартовал детский карнавал. Ведущий вместе с огромным котом прошел по привычному для праздника маршруту. Трансляция мероприятия шла на площадке Zoom. Дети выполняли различные задания, пели, раскрашивали лицо или надували щеки. Всего собралось почти 400 участников. В этом году мы нашему карнавалу, город детства, создаем настроение. Горошек – это символ детства, кот – это символ дружбы и вот этой вот мягкости. У нас карнавал какой? 15-й, юбилейный. Поэтому мы экспериментируем. Зато это первый в мире детский виртуальный карнавал. Карнавал онлайн. Это очень удивительно. Красноярцы поддержали карнавал своими снимками в шляпах и в одежде в горошек. Фото выкладывали в соцсети под соответствующими хэштегами. Авторы лучших получили сладкие призы. Например, за фото в горошек – коробку мороженого. Победители рассказывают, как проводили праздник раньше и сейчас. Вообще по-разному. В прошлом году отмечали на улице. В этом году, так какая сейчас ситуация, мы отмечаем дома, в кругу семьи. Это даже очень весело. Сегодня был очень активный день. Мы танцевали, разговаривали разные скороговорки. Вообще очень все понравилось. Играли в разные настольные и ненастольные игры. Однако не все активности ушли в интернет. Например, несколько челленджей от фэнтези-града прошли в офлайне. Так на театральной площади собрались юные танцоры из детского театра современного искусства. Они запускали мыльные пузыри и под фирменную песню показали танец, который поставили сами. Мы тут танцевали связку. Мы ее учили. Она очень классная, передает очень много эмоций и позитива. Мы репетировали. Это было весело. Правда, у некоторых были ошибки, но мы их все исправляли. Потому что совершенства нет предела. Челленджем активно подключились музыкальные школы и дворцы культуры. Они записали для детей онлайн-концерты и мастер-классы. Организаторы события хотят сделать его ежегодной традицией. В этом году, к сожалению, условия нам не позволили провести праздник в реальном режиме. Поэтому мы решили по возможности максимально перевести все это празднество в дистанционный формат, в интернет. И стартовали еще до 1 июня, чтобы помочь горожанам зарядиться вот этим настроением праздника. Через Дня защиты детей сменил мелодию красноярский биг-бэн. Главные часы города сыграли знаменитую песню Михаила Танича «Вместе весело шагать». Виктор Бородин, Станислав Смирнов, 7 канал.